Здравствуйте! В эфире Алтай Апта, где мы знакомим вас с главными событиями прошедшей недели в студии Карина Мурадова. Только восточно-казахстанцы привыкли к новой стоимости продуктов, как на горизонте уже появилась очередная смена ценников. В республиканских СМИ заговорили о возможной нехватке зерна, связанной с запретом на экспорт пшеницы со стороны Российской Федерации. Наши корреспонденты решили узнать, как в связи с этим могут измениться цены на хлебобулочные изделия. До запрета на экспорт пшеницы в страны ЕАЭС, которые Россия ввела с 15 марта по 30 июня текущего года, казахстанские мукомолы активно импортировали зерно из соседней страны по цене ниже казахстанской. Сейчас стоимость пшеницы достигает 160 тысяч тенге за тонну. И мукомолы заявили, что ее запасов осталось всего на пару недель. После чего мельницы остановят свою работу. Они требуют от Министерства сельского хозяйства тоже запретить экспорт пшеницы и провести инвентаризацию запасов. Однако, как считают в Зерновом союзе Казахстана, на ситуацию следует смотреть несколько шире. По словам специалиста Евгения Карабанова, импортную пшеницу в основном использовали мукомолы, так как российское зерно дешевле, а казахстанское сырье уходило на экспорт по более высоким ценам. В духе хороших экономических традиций, свое продавали дорого, а покупали чужое дешево. Для них это возможность получения дохода. А для фермеров, если все подорожало в разы, даже не на проценты, по сравнению с прошлым годом, мы имеем удорожание необходимых ресурсов для пассивной компании в разы. Как говорит эксперт, Казахстан полностью обеспечивает зерном и внутреннюю потребность, и экспортный спрос. А запрет на экспорт пшеницы грозит нашей стране потери зарубежных рынков. Импортеры могут просто найти другого поставщика. И прежде всего от этого пострадают фермеры. В Управлении сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области между тем говорят, что имеющейся в регионе запасов пшеницы должно хватить на три месяца. На сегодняшний день Управлении сельского хозяйства на основе проводится мониторинг зерна первого предприятия. По итогам мониторинга у нас на сегодняшний день имеется 2900 тонн муки пшеницы первого сорта. Из них 1300 тонн имеются в мукомольных предприятиях. У нас в области имеются более 30 тысяч тонн пшеницы третьего класса. Для регулирования ситуации и недопущения существенного роста цен на хлебобулочные изделия между сельскохозяйственным ведомством, областным акиматом и продовольственной корпорацией был заключен трехсторонний меморандум о поставке пшеницы по 90 тенге за килограмм или 90 тысяч тенге за тонну. Благодаря этому мукомольные предприятия смогут производить социальную муку для хлебопекарен. В этом меморандуме прописано, что проткорпорация на сегодняшний день будет поставлять пшеницу, то есть определенным акиматом список мукомольных предприятий по 90 тысяч тенге. Все сейчас зависит от самих получается хлебопеков. То есть есть дешевая мука и дешевое зерно, то есть согласно списку уже они будут работать, отрабатывать. По словам Каната-Касымова, в марте было реализовано 470 тонн пшеницы. Два предприятия в Восточно-Казахстанской области, которые начали работу в рамках меморандума, уже выработали по 125 тонн муки. Далее эта мука будет направлена хлебопеком по заявкам районных акиматов в управление сельского хозяйства. Также руководитель областной проткорпорации добавил, что это результат только первой партии зерна. Вскоре поступит вторая партия пшеницы. Таким образом планируется избежать существенного роста цен на хлебобулочные изделия. Однако, скорее всего, только социального хлеба. Кондитерские мучные изделия, вероятно, все же будут стоить дороже, считают эксперты. У нас в ресурсах проткорпорации для этого специально есть сформированные зерно. Для того, чтобы регулировать цены на социальный хлеб. То есть социальный хлеб, он не пострадает. Ну, извините, а круассаны всякие, булочки, еще что-то, тортики. Ну, должен же производитель зарабатывать. Он же не может только социальный хлеб гнать, который ему убыточен. Он зарабатывает на других видах продукции. В конечном счете, как поясняет Евгений Карабанов, все упирается в развитие агропорабышленной отрасли в Казахстане. По его словам, чтобы были низкие цены, нужно наращивать производство. А для этого необходимы сильные и устойчивые фермерские хозяйства. Нехватка специалистов, тяжелые условия труда в поле, большие объемы работы, низкие зарплаты и несговорчивые фермеры. С этими трудностями буквально каждый день сталкиваются ветеринары. А между тем, их специальность – одна из важнейших в системе агропромышленного комплекса. Ведь на них буквально лежит ответственность за здоровье скота. Изменится ли что-то для работников нелегкого труда, узнавали мои коллеги. В не лучшие времена переживает система ветеринарии, сетуют работники, ежедневно заботящиеся о здоровье сельскохозяйственных животных. Плановые прививки, регулярный осмотр, профилактика инфекционных болезней – далеко не весь список их обязанностей. И рук катастрофически не хватает, говорит опытный ветеринар Молгождар Бетимбаев, отдавший более 40 лет этой профессии. По его словам, молодежь в населе не задерживается в погоне за карьерой в больших городах. Профессия ветеринара перестала быть призванием и виной всему низкие зарплаты, а также тяжёлые условия труда. «Я окончил сельскохозяйственный колледж и с тех пор работаю ветеринаром. Вы сами видите, какие тяжёлые условия труда, как говорится, в поле. А сейчас ещё земля не высохла, ещё будут осадки. Вот в таких условиях каждый день находимся. Молодые специалисты очень нужны. С новичками обычно работают наши опытные сотрудники. Наставляют, обучают, помогают. Но многие из молодых не выдерживают нагрузки, уходят». Вдобавок, ко всему системе ветеринарии в целом требуется цифровая перезагрузка, как отмечают специалисты. Необходимо наладить электронный документооборот, так как на бумажный ветврачи тратят большое количество времени. А в большинстве сёл, как известно, очень слабый интернет. Где-то его нет и вовсе. «Для того, чтобы использовать программу идентификации сельскохозяйственных животных, нужны компьютеры. А наша оргтехника очень старая. Этим компьютерам по 10-11 лет. Производительность у них очень низкая, тем более, что нужен ещё и интернет, без которого невозможно работать. Техника изношена. Три-четыре машины вообще не работают. Остальные стараемся настроить своими силами, но это отнимает массу времени». Такова ситуация на местах. И это не редкость для сельской местности. А между тем представители профильных министерств приступили к реализации поручений главы государства касательно кардинальных изменений в системе ветеринарии. «Глава государства поручил до конца года принять конкретные меры по реформированию системы ветеринарии, в частности, по разграничению функций и полномочий между центрами и регионами, цифровизации процессов, автоматизации сбора и передачи данных, подготовки кадров и повышению заработных плат ветеринарных врачей». Акцент на решение актуальных вопросов ветеринарии поставлен не случайно. Все вы знаете, что ветеринарная служба стоит на страже здоровья не только и не столько животных, а в конечном итоге нашего с вами населения. Сегодня нередки случаи вспышек тех или иных болезней животных, что несет в себе, помимо прочего, большой экономический ущерб, негативно отражается на экспорте сельхозпродукции. От правильной организации работы ветеринарной службы своевременного и качественного проведения ветеринарных мероприятий зависит продовольственная безопасность государства. В реализацию поручений президента Республики Казахстан Министерством сельского хозяйства подготовлен план мероприятия по реформированию системы ветеринарии». На заседании Мажелиса был озвучен комплекс мер, который позволит изменить ситуацию в отрасли к лучшему. «Предлагаемое Министерством при распределении полномочий не должно быть сведено к механической передаче функций от одного госоргана к другому. Это уже было и не приносило результата. Второе. Информационную систему ветеринарии необходимо кардинально модернизировать, стабилизировать работу, обеспечить чистоту и безопасность данных, интегрировать с другими системами, автоматизировать все основные операции по работе с данными ветеринарией». Также предлагается создать оптимальные условия труда для ветврачей, обновить материально-техническую базу, усовершенствовать систему подготовки кадров и оплаты труда. Рекомендации, выработанные на правительственном часе, будут направлены в уполномоченные госорганы. Борьба с коррупцией по-прежнему остается одной из самых актуальных задач современного общества. Для системного решения вопроса проводится ряд превентивных мер, а также агентства по противодействию коррупции контролируют государственные закупки. Это позволит эффективно и экономно распределить бюджетные средства. Работа по госзакупу ведется через портал «Единое окно государственных закупок». Специалисты антикоррупционного ведомства ежедневно мониторят и анализируют поступающую в систему объявления. И в случае, если выставленная цена превышает рыночную стоимость на данный товар, вносят рекомендации по ее изменению. Портал был открыт в 2020 году. С его помощью удалось предотвратить неэффективное использование бюджетных средств на сумму свыше 5 миллиардов тенге. «Один из ярких таких примеров – это при покупке сельскохозяйственного трактора на нужды сельскохозяйственного колледжа планировалось приобретение трактора на сумму более 40 миллионов тенге. По нашей рекомендации было внесено изменение, откорректирована сумма до 17 миллионов тенге. Соответственно, данная сумма была сэкономлена и потрачена на другие нужды сельскохозяйственного колледжа». По словам Архата Бисимбаева, рекомендации не предполагают административных взысканий как за нарушение. Сумма исправляется еще на этапе планирования закупки. Кроме того, портал позволяет исследовать крупнейших заказчиков и поставщиков, оценивать конкурентов. Отметим, что процесс закупа стремится приобрести максимальную прозрачность, чтобы не только контролирующие органы, но и жители имели представление о том, на что идут бюджетные деньги. В продолжении действительно актуальной темы в нашей студии гость Архат Бисимбаев, руководитель управления превенцией департамента агентства по противодействию коррупции ВКО. Здравствуйте, добро пожаловать. Скажите, уменьшается ли коррупционная преступность? Какие тенденции в этом направлении существуют? В целом, коррупционная преступность — это латентный, то есть скрытый вид преступления, поэтому насколько оно уменьшается или увеличивается, об этом точно сказать невозможно, потому что это скрытый, как я сказал, скрытый вид преступлений. Определенное количество может возрастать, может уменьшиться. Это только зависит от активности самого населения, насколько противодействует на само население, насколько действуют правоохранительные органы. В целом, так интенсивно ведется борьба по противодействию именно с коррупционным проявлением в нашей области, и об этом свидетельствуют многочисленные факты уголовных преследований, дела судебного расследования и факты привлечения к уголовной ответственности чиновников в нашей области. Скажите, а вот что делать гражданину, который столкнулся с коррупцией? Куда сообщать, как? Гражданину, который столкнулся с проявлением коррупции, он может обращаться в соответствии с законодательством, правоохранительным органам, а то именно в антикоррупционную службу в письменном виде. Кроме этого, работает телефон горячилины 1424, круглосуточно, он может обратиться по этому телефону в колл-центр. Все вопросы, если требует оперативного вмешательства, быстро решаются. У нас эффективность этого канала колл-центра 1424 показывает о том, что когда все факты сбора денег в школах, в основном идут в больницах, в государственных бюджетных организациях, когда идут такие незаконные действия со стороны руководства, незамедлительно меры принимаются и, соответственно, быстро идет отклик со стороны обратившихся к гражданам о том, что данные проблемы были решены. Кроме этого, гражданин в каком случае может столкнуться с фактом проявления коррупции, когда у него вымогают взятку для получения какой-то услуги. В этом случае предусмотрена уголовная ответственность к задаче взятки. Учитывая это, гражданам населения советуем никаким образом не совершать самим коррупционных действий, сообщать об этом компетентным органам, а именно в адекватационную службу. Насколько бы не поставить слабоумов, насколько бы запретов не вводить, самым последним сторожем, самым последним слабоумом является само сознание, само совесть человека. Поэтому в первую очередь необходимо само сознание гражданина, чиновника воспитать и показать, насколько это опасно, насколько и какие имеют далеко имеют последствия от коррупционных проявлений, насколько страдает наше общество, наше государство от коррупционных проявлений, насколько благосостояние населения, народа зависит от честности, от доброапорадочности чиновников. И это является самым, на нашу сказать, самым правильным, самым эффективным методом. не в том плане, что бороться с последствиями, а предупреждать, профилактировать. И для этого и призвано наше управление. Один из методов, мы как рассказывали, это, как всем известно, все основные коррупционные, большая часть коррупционных проявлений, коррупционных проявлений у нас связаны с государственными закупками. В связи с этим, в настоящее время, с февраля 2020 года, уже действует портал «Единое окно закупок», в который мы анализируем постоянно по нашей области. Все выставляемые лоты государственных закупок анализируются на предмет соответствия цены, рыночным ценам реальным. Потому что очень много фактов, когда цены, выставляемые для закупа, они в разы, не только в тысячи, в сто тысяч раз превышают рыночные цены. Поэтому, когда выявляются такие факты, мы вносим соответствующую рекомендацию для внесения изменений в процедуру государственных закупок. В результате наших действий свыше пяти миллиардов деньги было сэкономлено и были потрачены на другие нужные, государственные нужды. Хорошо, спасибо вам большое. А мы продолжаем. В Восточно-Казахстанском училище искусств имени народных артистов братьев Абдульных отметили 90-летие со дня рождения Валентина Макшаева, выдающегося музыканта и педагога, который сделал немало, как в стенах родного учебного заведения, так и на мировом музыкальном пространстве. Мои коллеги побывали на памятном концерте. В рамках юбилея музыканта запланировано сразу несколько мероприятий. Это первый республиканский конкурс медных духовых инструментов, научно-практическая конференция, концерт и мастер-классы. А также, как отметили сотрудники учреждения, впервые в истории училища был открыт класс в памяти педагога. И совершенно заслуженно, говорят его коллеги. Ясно одно – Валентина Макшаева здесь всегда любили и будут любить. Трудовая деятельность Макшаева, Валентина Георгиевича – это показатель того, каким должен быть педагог-музыкант. Это пример беззаветной преданности своей профессии. Это пример для будущих поколений, последующих поколений преподавателей нашего училища. Он – ярчайший представитель творческой интеллигенции, которого знала весь музыкальный мир Казахстана. Он при этом всём был необычайно скромным человеком, требовательным к себе. В своё время Валентин Макшаев выпустил плеяду прекрасных трубачей. Имена выпускников его класса знают в музыкальном мире не только Казахстана, но и за его пределами. Они продолжают дело своего учителя в лучших профессиональных коллективах республики, в странах ближнего и дальнего зарубежья, передавая опыт и знания следующим поколениям музыкантов. Можно с уверенностью сказать, что великий трубач подготовил себе достойную смену, которой мог бы сейчас гордиться. «Словами передать просто невозможно. Это был, во-первых, человек большой душой. Он нам как отец был в те годы. Потом, во-вторых, он нас воспитывал. Мы очень благодарны этому человеку. Это наш, как говорится, именно лидер нашего музыкального общества в основном Казахстане». На памятном концерте выступили как сами ученики музыканта, так и следующее поколение трубачей. Внуки Макшаева, как их в шутку называют в училище. Есть среди присутствующих и те, кто почти 30 лет работал бок о бок с маэстро. Например, Сергей Косачёв. Музыкант поделился, что ради присутствия на мероприятии бросил все свои дела. Настолько велико его уважение к своему коллеге. «И всё время меня удивляло его отношение к людям, его отношение к работе, его отношение к избранной специальности, он эталон, действительно эталон музыканта, на которого надо было равняться. Его любили и педагоги, и студенты, что как-то довольно редко. Обычно или те, или другие. А тут, получается, он всеобщий был любимец, благодаря тому, что он всё время делал только хорошее». Валентина Георгиевича нет вот уже 15 лет, но этот вечер памяти был организован с большой теплотой и любовью к педагогу, выдающемуся музыканту и замечательному человеку. Безграничное уважение к своему учителю, другу и коллеге читается во взгляде каждого из присутствующих. Это были все новости. До встречи в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова